Ребят, всем привет! Видеоролик будет не для слабонервных. Редко записываю такие видеоролики. Все, кстати, с наступающим Новым Годом. Сегодня я вам покажу, как живет американская семья. Сразу говорю, далеко не все американцы так живут. Конкретно эта семья исключение. Я начал работать с одной организацией, которая помогает бедным семьям. Но фишка в том, что конкретно в этой семье отец был наркоман, сидел на героине и скончался. И дом остался двум его деткам и бывшей жене. И я, когда приехал в этот дом, я, конечно, блин, был в шоке. Но еще больше я был в шоке, что дети продолжают там жить. У них совершенно нет денег делать ремонты, и мне будет платить эта организация. Организация эта получает деньги от государства с моих же налогов. То есть, по сути дела, я сейчас буду сам себя нанимать на работу, чтобы оплатить жизнь американской семьи, чей отец скончался от употребления героина. Вот такая вот интересная, печальная история. Берегите своих деток, любите свои семьи. А сейчас непосредственно давайте посмотрим, с каким, блин, безобразием я столкнулся. Всем привет, это Рукдэнка. Так, тут зрелище не для слабонервных. Вот так вот выглядит балкон. Еще раз говорю, тут живут люди и собаки. Значит, что нам нужно сделать? Ядрить, мадрить. Значит, надо починить этот скрин. Вот этот. Тут что-то такое порвалось. В общем, у них нету скрин-дор. Надо скрин-дор здесь сделать. И все поубирать. К черта матери. И сейчас на кухне вот этот вот фасет. Он отвалился. Нужно его ставить. Фасет будет новым, да? Да, я нашел его в доме. Окей. Ничего еще здесь? Этот столк будет同じ? Нет. Так, я сейчас снимаю новую часть. Только нижнюю часть дома, может, сверху нереально. Значит, вот эта вот такая лесница идет вниз. Здесь нужно починить этот элемент, поставить назад. Так. Какой кошмар. Значит, вот тут вот живут дети. Капец. Ладно, то все херня. Значит, вот этот кран, походу, уже не работает, как ни странно. И в тот раз я заменил здесь окно, потому что тут просто дыра была. Сейчас уже выглядит хотя бы окно симпатично. Так. Так. И, в принципе, задача следующая. Значит, вот тут вот эту часть дома хотят сдать в аренду. Значит, тут приезжают другие люди и планируется, что они будут жить. Значит, эта дверь будет закрыта. Нам нужна будет комната, чтобы вот это все музыкальное барахло куда-то сбагрить, пока она будет его продавать. Хренова туча всяких вещей. И вот это вот будет типа спальни. Мне потом на перспективу нужно будет здесь сделать дверь, чтобы она заходила в зал. Нужно с этим окном, пока окна просто вот были полиэтиленом закрыты, это окно нужно будет снять, поставить тут что-то. Значит, кондиционер не работает уже очень давно. Блин, хорошо, что видео не передает ту вонь, которая тут стоит. Значит, снизу окна вот эти вот мы убираем. Ставим сюда просто блок из PVC материала, ставим кондиционер один на 110 вольт. Розеточка у нас тут есть, проверить бы, работает или нет. Значит, дверь. Вот эта дверь была выломана кем-то, но, обратите внимание, интересно, выломали. То есть тут была защелка, вылетела только эта часть. А там, где замок, все осталось целое. Почему? Правильно, потому что, скорее всего, у кого-то был ключ от этой вещи. То есть кто-то ключом открыл эту штуку. Тут у нас была защелка, он ее взял, просто с ноги двинул и все это дело открыл. Может быть, даже не с ноги, просто поднажал, потому что следа от ноги нет. Значит, этот скрин остается. И вот так вот выглядит двор, который будут сдавать в аренду. Мне нужно будет приехать и это все поубирать. Еще раз говорю, в доме живут люди на данный момент. Как это все происходит, я не знаю. Значит, мне нужно брать все лишние вещи отсюда. Это вот такой вот бассейн. Ни хрена я с ним не сделаю. Вот как есть, так и останется. В бассейн я лезть не буду, но ей нужно будет найти кого-то другого. Не хочу туда даже влазить. Мусор мы можем вынести, трэш вынесем. Танки с газом выкинем, все лишнее выкинем. Грубо говоря, визуально наведем просто порядок. Избавимся от лишних вещей. Еще один момент есть. Сейчас подойду сюда. Вообще, дом полностью готов для съемок фильмов ужаса, по-моему. Вот так, кстати говоря, уходит просто в джунгли. И так вот непролазные джунгли идут аж до гор. И вот тут вот у нас такое вот мероприятие. Значит, крыша. Вот такая. Все, естественно, течет. Нам нужно будет все это выкинуть. Шифер мы оставим, потому что у него крыша из черепицы, естественно. А как же ж иначе? Значит, тут у нас немножко дыра. Вот такая вот. И трубы, походу, уже высыпались. Значит, этот момент и есть. Дом, как ни странно, работает от газа. Значит, вот так вот этот газ идет. Пока не бомбануло. Значит, столики вот такие вот металлические. Еще шифер. Значит, дом находится в низменности. Сверху дорога. Мне нужно будет починить вот этот вот скрин-дор. Тут еще живут люди. Несколько людей, судя по всему. И в этой стороне, что у нас тут? Тут у нас вот такой вот склад. Доска для сноуборда на Гавайях. Очень актуальная. Значит, я так понимаю, вот это вот место нужно будет использовать для временного склада. Сюда мы будем все складывать. Все то, что нам не надо. Так, ну и пошли дальше непосредственно в ту комнату, которую нужно переделывать. Сейчас где-то здесь. Значит, ну, как я показывал изнутри, если не помните, вот эта комнатка, это окно жопа. Мы тут что-то с ним придумаем. Скрин какой-то поставим. Стекло поставим на место. Мусор выкинем. И вот мы заходим в комнату, которая будет залом. Вот сейчас он так выглядит. Кто-то поснимал гипсокартон или еще какие-то панели. Ё-моё, что тут птицы или животные какие-то лазят. Да ладно. Обалдеть. Просто обалденное место. Супер. Значит, ну, живность тоже присутствует. Живность мы не трогать не будем. Залетела она, скорее всего, через дырки сверху. Значит, вот эти вещи все нужно будут как-то выкидывать и сделать из этого помещения зал. Чтобы спальня была частью единого помещения, нужно будет здесь пробивать дырку в Европе и, получается, сделать вход непосредственно в спальню. С окнами здесь, походу, такая же шляпа. Здесь блок. Ну, более-менее свежий, кстати говоря, стоит еще. Не страшно. Весь мусор отсюда нам нужно будет вынести и что-то придумать бюджетное с потолком и со стенками. Как мы это будем делать, пока еще не знаю. Но я думаю, мы придумаем. Вот тут есть еще такой классный сюрприз. Не знаю, зачем. Вот такая вот дыра куда-то идет в какое-то пространство. Не знаю, куда. Но выглядит стрёмно. Надеюсь, там еще никто не живет. Так, и, естественно, туалет. Как же без туалета? Значит, вот это ванная комната. По-моему, здесь распяли несколько людей. Самое интересное, кстати говоря, ванная, блин, прикольная. Мне нравится такой стиль. Смотрите, у них вот так вот получается стена из камня. Можно делать очень модную ванную, но для этого нужны бабки. И вот позакрывать хотя бы дыры, чтобы сюда животные не лезли. Верх надо будет помыть. В общем, нужно что-то с этим делать. Постепенно хотя бы подготовить, чтобы она сдала это в аренду и потом могла давать нам деньги. А вот щит электрический. Супер, есть. Значит, сюда нужно вставить еще один замок. И вот окошко, которое я вставлял. Окно вот это новое. И вот так получается через это все дело надо поубирать. И вы выходите на улицу. Такая вот квартирка будет сдаваться. Не квартирка, а песня просто. Просто песня. Главное, чтобы меня птицы не заклевали сейчас. Ну, в общем, как-то так, ребята. Уважаемый зритель, где бы ты ни жил, какие бы трудности у тебя в будущем не случались, через что бы не приходилось проходить, блин, берегите свои семьи, берегите своих деток. Нам есть ради чего жить. В жизни есть очень много всего интересного. И наркотики, все прекрасно знают о том, что это плохо, все знают, что это разрушительно. Но люди, тем не менее, продолжают их употреблять. И это печально. Печаль печальная. Всех с наступающим Новым Годом и всего самого наилучшего. Пока-пока, ребята.